Что будет с Украиной, когда придет Трамп? Ну, во-первых, друзья, мы еще не знаем, кто придет к власти в Соединенных Штатах Америки после выборов, которые состоятся в ноябре 2024 года. То есть у нас до выборов в Америке еще больше года. Это первое. Второе. Вы знаете, кто бы ни пришел к власти, а вероятность того, что Трамп придет, тоже есть. То есть мы не отбрасываем этот случай. Он тоже вероятен. Но кто бы ни пришел к власти в Америке, институты государственные там настолько сильны и развиты, что даже вот воля одного человека, даже если он президент, она не сыграет решающую роковую роль, если он захочет сделать что-то очень плохое, если он захочет навредить. Навредить государственной безопасности Америки. А непомощь Украине или помощь России в этой войне абсолютно точно полностью противоречат национальным интересам Америки. Потому что на сегодняшний момент Украина сражается и за себя, и за Америку, и за Европу, и за Британию, и за весь цивилизованный мир. Просто за весь цивилизованный мир. И американское правительство, британское правительство, европейские правительства и их избиратели в большинстве своем, что интересно, это понимают. Они понимают, что сегодня, кто это сказал? По-моему, Столтенберг. Ну, кстати, эту мысль я слышу на разных площадках дискуссионных, западных и панелях. И, ну, вот даже, по-моему, Столтенберг ее тоже формулировал, говоря о том, что мы понимаем, что мы все сражаемся в этой войне, но Украина сражается ценой своих людей, то есть она проливает кровь, а Европа, Америка и Запад только платит оружием и финансами. То есть он участвует другим. И, конечно же, жизнь человека – это главная ценность. И, конечно же, любое государство, если это не Россия, если это не Беларусь, оно создано для того, чтобы сберечь, сделать комфортной, сделать безопасной жизнь своего гражданина. Поэтому Украина сегодня, я повторю, платит самую высокую цену для того, чтобы эту цену не платили другие цивилизованные страны. Поэтому в интересах, в национальных интересах США помочь Украине, поддержать Украину и сделать так, сделать все, что от нее зависит, чтобы Украина выиграла. Поэтому, смотрите, вот даже если мы берем худший сценарий и Трамп приходит к власти опять, ну, во-первых, Трамп уже был у власти. И мы помним, что он тоже пытался и тогда заигрывать с Путиным. Это же он говорил о том, что Путин – это классный парень, он мне очень нравится. Все эти его контакты, все эти его такие, я бы сказала, подобострастные поклоны перед Путиным. Ну, вот такой Трамп и вот такусенький Путин и Трамп, который, вы помните, как он уже очень специфический в личном контакте, он там трясет руки, он странно похлопывает, он ставит других лидеров стран в неудобное положение своим вот этим вот таким эксцентричным поведением. А с Путиным, наоборот, он вел себя всегда как мальчик-пайника. Так вот, Трамп, ограниченный институтами, государственными, американскими, не сможет себя вести так, как он хочет. Учитывая то, что сто процентов у него есть какой-то русский хвост за ним. Хвост, я имею в виду шлейф русский, потому что было много расследований в западных, в американских СМИ о том, что вот Трамп, переживший сколько банкротства? Четыре или пять за свою жизнь? Как-то таким странным, волшебным образом всегда спасали его потом русские деньги, которые приходили с разных сторон, через разных бизнесменов. Но всегда это были русские деньги, да? Вот странно. Трамп, который первый раз в Советский Союз еще поехал в 87-м, по-моему, году, сразу после этого вернулся в Америку и заявил, он первый раз тогда сказал, что я стану президентом Америки. О своих амбициях. То есть человек явно связан с Россией. Что его связывает, что его держит, компромат ли, о котором многие говорили, просто финансовая история. Мы не знаем, но мы понимаем, что даже если будет худший сценарий, и он победит, он не сможет реализовать все то, что требует от него Россия. Просто не сможет, потому что он не имеет такой абсолютной власти. То есть в Америке нет диктатуры, чтобы он махнул палочкой волшебной и все стало так, как он желает. Но, во-первых, я вам хочу сказать, что я надеюсь, что мы победим раньше, чем в Америке будут президентские выборы. Да, я очень на это надеюсь. Очень на это надеюсь. И разговаривая сегодня с американцами, представляющими разные институты американские и разные ветви и власти, и медиа, я понимаю, что они тоже крайне заинтересованы в том, чтобы война закончилась нашей победой как можно раньше. В этом заинтересованы и Америка, и Европа, и Великобритания. И на сегодняшний момент, вот сегодня проходит Рамштайн очередной, на сегодняшний момент мы видим, что поддержка Украины есть, что военная техника идет. Не так быстро, как нам бы хотелось, вернее, даже не хотелось, а как нам нужно для того, чтобы наши ребята могли свободно себя чувствовать и делать все то, что Генштаб Украины запланировал. Но, тем не менее, помощь сохраняется, поддержка идет, и я думаю, что все будет хорошо. Так, опять вопрос про Трампа, это мы обсудили. Так, что это про Саввика? Олеся, вопрос по поводу Саввика, почему он считает себя боевиком, и постоянно это подчеркивают в беседах, он же обычный сторож. Не понимаю сейчас, о чем вы, то есть явно спрашивает наш зритель о Саввике Шустере, но какое к нему имеет отношение профессия сторожа и боевика, я не знаю, потому что он, он, кстати, он талантливый человек, и он мог бы быть навскидку, он знает пять, шесть или семь языков, то есть он бы мог быть лингвистом, филологом, свободно. Он начинал свою деятельность вообще как футболист, его папа известный футбольный тренер, он говорит, я родился в футбольной раздевалке, он очень хорошо играл в футбол, и вы даже вот для украинских зрителей, особенно это будет близко, вы можете в Ютубе найти видео, как Саввик в одной футбольной команде с Дмитрием Гордоном, с Владимиром Зеленским, из 95-го квартала, Мика, да, помните, вот Мика тоже такой там хороший, талантливый актер, еще там были, а, кто же там еще был, вот несколько лет назад, это было, наверное, лет пять назад, шесть, на стадионе Динамо, вот команда звезд, играла такой, ну, символический футбольный матч, против команды ветеранов Динамо Киева, футбольных ветеранов, там, Алексея Михайличенко, ну, вот много тех фамилий, которые футбольные фанаты знают, любят, и считают их там, если не богами, то полубогами уж точно, потрясающий был матч, потрясающая, потрясающая атмосфера, время, и вот там как раз можно посмотреть, как Савик играет, но в своей юности он играл реально очень хорошо, у него была травма, поэтому он не пошел дальше по этой линии, ну, вот я вам, да, сразу назвала лингвист, футболист, дальше он мог бы быть врачом, потому что он вообще закончил в Монреале медицинский институт, и вообще изначально он ездил, с врачами без границ, по, кстати, почти всем горячим точкам, которые тогда были, по поводу там боевика, вы пишете, я не знаю, в каком контексте, но он реально как военный журналист, он делал уникальные репортажи, то есть он изначально не журналист, то есть мы его знаем как журналиста, но это то, кем он стал, это вот его уже призвание, но вот профессия у него доктора, он принял такое количество родов, он мне как-то рассказывал, даже сейчас не помню, да, он спасал людей тоже, и в горячих точках приходилось помогать, но в итоге, видите, нашел себя как прекрасный, один из лучших журналистов, телеведущих, телеведущих, сейчас вот все, кто смотрят нас по пятницам, Савиком, и я вам еще раз, вот для всех сейчас хочу сказать, что не забывайте каждую пятницу, в 18.00 на наших YouTube-каналах, приходите, Савик комментирует итоги недели, вот для всех он раскрылся, как еще прекрасный аналитик, международный такой углядач, который, сопоставляя все факты отовсюду, со всего мира, он делает такие нестандартные выводы, вот когда ты слушаешь там кого-то на потоке, и в принципе все это идет вот так, одинаково, 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 и тут Савик, который раз, и переворачивает совершенно картинку, не очень нестандартный взгляд на все, но он, да, он мог бы быть в разных совершенно профессиях, в разных. Так, Шустер в Риме живет, пишут нам тут, а какое имеет значение, кто где живет, кстати, Савик живет много где. Так, опять про Трампа, что-то вас очень Трамп интересует. Так, ага, к нам боты пришли, пишут, что на основании какой статьи Конституции отстранили легитимного президента Януковича. Слушайте, ваша методичка кремлевская устарела, вы опоздали с этим вашим вопросом на несколько лет как минимум, он сейчас не актуален. О, Янукович, слушайте, конечно, такая беда в истории Украины, вот Виктор Янукович, ставший президентом Украины и сыгравший, конечно, роковую роль в развитии государства, предавший свою страну, струсивший, испугавшийся Путина, не знаю, его угроз. Драматичная очень фигура Янукович, конечно, необычная, нестандартная, потому что, во-первых, биография, человек, который имел большие проблемы с законом, несколько раз сидел в советское время, потом вдруг начал делать такую головокружительную карьеру, конечно же, без участия советских спецслужб, КГБ, такие вещи никогда не проходили, но меня всегда вот в нем что поражало? Это его фантазия, потому что, вот если говорить как раз о профессиях, если бы он не стал президентом, он бы был прекрасным писателем или автором в жанре фэнтези. Вот это бы как раз было жалко, что он не стал, это как Гитлер, который неудавшийся художник, жалко не стал, видите, сколько миллионов людей уничтожил, так и Янкович, стал бы он писателем и многих бед Украина могла бы избежать, но не стал. Почему я говорю о том, что он фантазер? Я вот, если честно, какое-то время назад, слушая рассказы тех людей, которые его хорошо знали, вот я со многими людьми, кто его очень хорошо знал, о нем разговаривал, все они как один рассказывают такие невероятные истории, которые он с ними обсуждал и придумывал их. То есть он на голубом глазу мог рассказывать о том, что ему подарили в советское время чуть ли не Брежнев, подарил каких-то специальных боевых голубей, но по пути к нему этих голубей кто-то подстрелил и что-то с ногами им сделал, перебил им ноги, и они ползком на крыльях, на животе, эти голуби, добирались сами до Януковича, чтобы его найти. То есть, ну вот, еще раз на голубом глазу он рассказывал такие истории. Он рассказывал историю, как его на президентство благословил один из умерших монахов, которому он прислушивался, доверял, ходил постоянно, и вот когда он умер, как же его звали, Лукаш что ли? На прощании с ним вот у гроба он рассказывал, что когда он подошел к нему, то он из гроба я даже не знаю как это сказать, но это правда, это он рассказывал своим друзьям, уже будучи президентом, которые, ну как президент же говорит, они как бы слушали, кивали гривами, но в принципе в голове у них происходило вот то же самое, что сейчас произойдет у вас, когда вы это услышали, то есть он своим друзьям рассказывал о том, что когда он подошел к этому умершему, к его гробу монаху, он рукой махнул и перекрестил его голову и таким образом благословил на президентство. Умерший монах рукой махнул и перекрестил. Понимаем, да? Вот это он рассказывал. Он рассказывал, как он, ну это цветочки про формулу, про гонку формулы 1, как он выиграл ее в том году, это в советское время он говорил, что он ее выиграл, в том году, в котором на самом деле она даже не проводилась, а во-вторых, он в это время еще и не выезжал никуда, и он говорил, что он ее выиграл, эти гонки. Потом он рассказывал, что он выиграл миллион долларов в 16 лет на зоне, держа на зоне Катран. Катран это такой, как бы, ну считайте, как дом, куда приходят играть в карты, и там вот, типа, он был главный, и он там выиграл в советское время миллион долларов в 16 лет. Тоже рассказывал эту историю. Слушайте, ну вот, а, потом он говорил, что он вместо Гагарина должен был первым полететь в космос, но там что-то не срослось у него. Ну, в общем, я, я просто вот, честно говоря, когда слушаю такие истории, и, кстати, они добавляются периодически, когда кто-то еще вот заходит, там речь о Януковиче, и кто-то, кто-то что-то рассказывает. У меня даже раньше была идея такая записать вот все сказки Януковича, все эти его легенды, мифы, потому что, ну, это, это с одной стороны смешно, а с другой стороны, конечно, это очень грустно, потому что этот же человек президентом был, потому что от этого человека очень многое зависело, и, собственно говоря, он сегодня виновник в большой степени, в большой, очень большой степени, но это историкам нужно анализ делать, и не только историкам, и суду, суду, насколько его вина велика в том, что происходит сегодня в Украине, и в том, что Путин развязал войну, начал войну в 14-м году, в 22-м уже сделал ее широкомасштабной, но он один из тех, кто в этом напрямую виновен, напрямую. ничего, Продолжение следует...